Роботы, 3D-моделирование, исследования в области химии и физики. Ученики профильных фосагроклассов первыми встречали высоких гостей. Проектно-исследовательская лаборатория – настоящая гордость 25-й школы, над которой шествует фосагро, превращая ее в одну из лучших в области. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Роман Бусаргин узнали, что 25 выпускников профильных классов уже работают в Балаковском филиале АУ «Апатит», что в школе обновленные рекреации и классы, не актовый, а почти концертный зал, не столовая, а настоящий кафе. И, возможно, здесь уже растут будущие гроссмейстеры. Желаю, чтобы в Новый год с алютами светился небосвод, чтобы планету снегом замело, чтобы было и уютно, и тепло. Занятия с юными шахматистами в школе проходят в рамках еще одного социального проекта «Фосагра. Детям России. Образование, здоровье и духовность. ДРОСС». Он объединяет ребят из всех городов в присутствии компании. Только в Балакове в бесплатных секциях занимаются около двух тысяч детей. Центр Балаковского Дрозда здесь же в 25-й школе. Кубки, медали, фотографии тренеров и воспитанников на стенах. Директор организации «Фуркат Амиров» с гордостью представил гостям результаты работы. В 15-й школе мы воспитали двух борисовых сёков, которые стали чемпионом мира, чемпионом Европы, пятикратным чемпионом России. Мы очень рады, что приложили руку к этому дюдо. Юные дюдоисты встречали гостей и в физкультурно-оздоровительном комплексе предприятия «Юбиляра». Здесь состоялся пятый предновогодний турнир на призы «Фосагра». На ковер вышли 200 балаковских спортсменов, включая дошкалят, которые занимаются в секции, открытой в рамках Дрозда, в детском саду номер 22 «Ладушки». Подарки в этот день получили все участники турнира. Награждали и сотрудников балаковского филиала «Ау Апатит» только уже за производственные победы. Ими коллектив предприятия славится. В этом году, например, будет впервые выпущено более 2 миллионов 400 тысяч тонн готовой продукции. Завершён очередной этап развития площадки. Мисум Шафеев, награждённый медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, на заводе уже 40 лет. За это время, по его словам, предприятие сильно изменилось. Выпускалось не так уж много, как сейчас. Ну, двигатели по мощности были 320, а сейчас уже 450-500 ваттные на барабанах, сушильные барабаны. Ну и с каждым днём всё лучше и лучше. А сейчас модернизация большая. Балаковский филиал в свои 50 лет переживает самую масштабную модернизацию за всю свою историю. Только в этом году на его развитие «Фосагра» направила около 12 миллиардов рублей. Введён в строй новый склад готовой продукции. Повышена производительность одной из серно-кислотных установок. «Фосагра» стала в Саратовской области инвестором года. То есть заслуженную награду такую получила именно как предприятие, комплексно развивающее с точки зрения развития технологий и условий труда, так и с точки зрения социальной обеспеченности и заботы о своих работников. И не только работников, но и всех жителей в тех регионах, где компания работает. Это может быть примером не только, я думаю, для области, но и для округа, и для остальных регионов. Высокую роль Балаковского филиала АО «Апатит» в социально-экономическом развитии региона подчеркнул и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он назвал «Фосагра» надёжным партнёром, задающим новые стандарты. Все социальные проекты, которые ведёт «Фосагра», они поддерживаются правительством. Более того, мы их масштабируем на территории всей Саратовской области. Компания является очень хорошим примером для промышленных компаний, находящихся на территории Саратовской области в рамках участия в социальных проектах. Поэтому мы ценим и благодарим коллег за их присутствие на территории региона. Благодарности со сцены звучали прежде всего в адрес сотрудников предприятия. Почётные грамоты, государственные и ведомственные награды – это лишь малые знаки признания нелёгкого, но такого важного труда. Генеральный директор «Фосагра» Михаил Рыбников в очередной раз отметил профессионализм и слаженность Балаковского коллектива, у которого впереди новые амбициозные цели. Следующий год не будет исключением. Это год большой инвестиционной активности, год больших строек, которые охватят практически все цеха предприятия. Здесь можно отметить, что мы планируем дальнейшее увеличение производства серной кислоты, строительство ещё одной установки по производству на 750 тысяч тонн, которая полностью обеспечит этим сырьём Балаковский завод. Ну и дальше по переделам, конечно, это дальнейшее увеличение производства фосфорной кислоты, рост переработки апатитового концентрата. Кроме того, добавил Михаил Рыбников, будет значительно расширена номенклатура выпускаемой продукции. В Балакове начнётся производство сложных удобрений, востребованных отечественными фермерами. В итоге годовая производительность предприятия увеличится на 1 миллион тонн.